Что Российская Федерация это не русское государство, это, по-моему, всякому человеку, который считает себя русским, вполне понятно. Но надо сделать следующий шаг и признать, что Российская Федерация является антирусским государством. Государством, где официальной политикой является геноцид русского народа. И если это понимание положено в голову, то тогда становятся ясными все шаги ныне действующей власти, в том числе и ковидобесия, которая нас теперь окружает. И это основное переживание вообще всех общественных явлений через те мероприятия, которые предназначены для уничтожения русского народа. И все то, что называется у нас медицинскими мерами по этому поводу, конечно, является средством истребления. Оно не столь откровенно и не столь прямолинейно, как было это при большевиках. Чекистские методы, преднамеренно организованный голод. Все это было, расходование русского народа. Троцкий писал, как вязанки хвороста для мировой революции. Все это делали коммунисты, большевики, сталинисты. И до наших дней эта политика протянулась. Сегодня русские не нужны вообще. Власть ощущает во всем русском абсолютную враждебность. И вот очередной подвластный идиот пишет вот такие строки, которые я сейчас процитирую. Это небезызвестный Евгений Федоров, выкормыш Чубайсовской группировки, которому поручено собирать идиотов под лозунгами, сходными с лозунгами русских националистов, русских патриотов. Но представлять все время одно и то же к этим лозунгам, что Путину нужно больше полномочий. Тогда все наши проблемы разрешатся. И вот этот подонок, который в Думе сидит уже много созывов и будет сидеть, видимо, бесконечно, поскольку он очень выгоден. Концентрация идиотов в том населении, которое прежде считалось русским народом, огромна. И поэтому извлечь из него таких особенно идиотизированных личностей. Вот как раз и поручено Федорову, который создал Национально-освободительное движение или там Народно-освободительное движение НОД. Если видите где-нибудь аббревиатуру НОД, вот считайте, что это сборище интернационал-подонков. Причем под прямым управлением ближайшего соратника Чубайса и любимца путинской администрации. Вот что он тут сморозил, я не знаю когда, без ссылки, к сожалению. Но я не сомневаюсь, что эти слова были сказаны Федоровым. В России практически нет мигрантов, про которых можно было бы сказать, что они не русские, не советские. Советские заведомо не русские. Кто считает себя советским, тот заведомо не русский. Советские и были придуманы для того, чтобы быть не русскими. Значит, здесь этот выкормыш олигархии пытается совместить, отождествить русское и советское. Это, конечно, подлая ложь. Далее. Их мигрантов сражались и погибали за наше отечество, в том числе под Москвой и под Ленинградом. Возможно, у некоторых деды так и поступали. Не только под Москвой и под Ленинградом, но и по всей линии фронта Великую Отечественную войну. Но, тем не менее, это не делает никого русским. Человек может стать русским не по крови, а по менталитету. Но в последние годы, я думаю, что в тех постсоветских государствах, в которых потомки ветеранов войны сейчас проживают, не осталось просто отождествляющих себя каким-то образом с Россией, с русскими. И никакого русского менталитета там и рядом не лежало, что называется. Далее. То есть, фактически, это наши люди. И надо понимать, что Россия состоит из разных этносов с первого дня своего создания. И все вместе мы русские. Не только славяне, но и удмурты, татары, армяне, грузины, узбеки и так далее. Ну, это тоже полнейшая ложь. Это тоже безграмотного или намеренно-преднамеренного лгущего человека. Конечно, Русь никогда не создавалась как некое полиэтническое образование. Да, русские представляют собой соединение, но уж соединившись и сплотившись, они утратили прежде этничность различных славянских племен близкородственных. Никаких, конечно, удмуртов, армян и грузинов там не было. И не может называться русским тот, кто считает себя грузином, армянином или просто славянином. Ложь еще состоит в том, что славяне, конечно, никакой не этнос. Славяне – это множество этносов. Некоторые родственные, некоторые не очень. Славяне – это языковая группа. Не более того. Родство, наверное, какое-то есть, но этой степени родства недостаточно, чтобы создать какой-то единый народ. Вот о том, что с первого дня своего создания все мы русские – нет, это не так. Это не так. Русские осознали себя русскими через определенное время. Конечно же, никакие не наши люди – все эти мигранты-иммигранты. Не наши люди. Наши люди – те, кто осознает себя русским, кто ассоциирует себя с русской историей, с историей традиционной России, не большевистской, потому что большевистское государство, как я уже сказал, было антирусским. И сейчас Российская Федерация, естественно, все, кто считает это государство своим, не могут считаться русскими, потому что геноцид русского народа не может осуществляться русским государством. Это антирусское государство. И если кому-то оно очень нравится, то они с нами не составляют единой общности, даже если говорят на понятном нам языке. Дальше этот недоросель заявляет. Не все понимают, что русского этноса изначально не было никогда. То есть русских никогда вообще-то не было. А был славянский этнос. Славянского этноса в природе не существовало и не существует, и не будет существовать никогда. А русские – это объединительное понятие для целого государства. Это полная ерунда. И большевики в свое время основательно запудрили всем мозги, начав называть славян русскими. Славян русскими никто и никогда не называл, потому что тогда пришлось бы отнести к русским и целиком население иностранных государств, которые никогда в состав России не входили и никогда себя русскими не считали. И, наконец, тем самым разрушая российское государство. То есть, назвав славян русскими, чего не было, большевики начали разрушать российское государство. Нет, российское государство сегодня разрушают вот такие, как Федоров. И ровно такие же большевики уничтожали российскую империю и русских людей в массовом количестве. Геноцид русского народа осуществляли в начале 20 века. Ну, не только в начале, но и в течение, в общем-то, всего 20 века. Это те же самые большевики и те же самые выкормыши комиссаров в пыльных шлемах. И если у Чубайса там напрямую известно, что он происходит именно от этих, его родство именно такое абсолютно антирусское и чекистское, то про Федорова я не знаю, да и знать не желаю. Я вижу, что то, что высказывают подобные люди, несомненно, является враждебным для любого человека, который считает себя русским. Проблема этничности достаточно ясна, и мне доводилось заниматься целый ряд книг по этому поводу выпущено. Понятно, что любой человек, любой природы, любой национальности, любого происхождения может ментально стать русским. Теоретически, может, любой. Но на практике это случаи единичные. На практике тот, кто по роду и племени является русским, тот и считает себя русским. В русскую нацию могут входить и другие представители других национальностей, коль скоро они заодно с русскими, и таким образом они и составляют политическое единство. При этом в состав русского народа войти возможно только через родство. Никакого другого пути нет и быть не может. Да, может быть у русского человека родство с какими-то другими племенами, но все-таки его самое существенное родство, которое он признает и помнит больше всего, несомненно, с русскими людьми. Заявление о том, что мы все тут намешаны, перемешаны, мы все разные крови смешали, это также ложь, и она опровергнута научными исследованиями, генетическими, антропологическими. Русские происходят от русских. Это правило. Исключения могут быть, если речь идет о политической нации. В политическую нацию могут входить и представители других народов, национальностей. Но опять же подчеркну, это исключение. Русская нация составлена русским народом. Сейчас от русского народа, не говоря уже о русской нации, не осталось почти ничего. И русский человек должен понимать, что для того, чтобы он лично и его род, его потомки выжили, необходимо восстановление русского национального государства, истребление всех сил, буквально физическое истребление всех сил, которые осуществляли и осуществляют сегодня геноцид русского народа, блокирование всех, кто носит нерусский менталитет в России. И только таким образом сформируется в дальнейшем русская нация из того зачаточного состояния, в котором она находится сейчас. И только после этого можно будет восстановить и менталитет русского народа через политическое действие, через политический режим, буквально навязывая восстановление русских национальных традиций, русского национального менталитета. Русского народа на сегодняшний день, в том виде, в котором он существовал до 1917 года, не существует. Он исчез, он растворен. Вот буквально последние два-три десятилетия растворения русского народа в общечеловеческих, так называемых, ценностях произошло. Этот процесс завершен, и надо об этом говорить прямо. Русские остаются русскими, вопреки тому, что видят вокруг, и вопреки тому, что вокруг вроде бы люди, говорящие по-русски, но понимать, что это уже ментально нерусские люди, необходимо. Вокруг нас советский, совковый и антирусский интернационал. Вот то, что мы видим. Нас не должно обманывать то, что люди говорят по-русски и вроде бы являются патриотами России. Вот именно вроде бы и означает, что на самом деле они никакими патриотами не являются, потому что сегодня русский патриотизм – это русский национализм. Вопреки тому, что нам навязывается понимание национализма сугубо негативное, русский человек должен понимать и чувствовать, что только в национализме есть спасение его рода племени и возможность восстановления его родного государства, его родного дома и милостивой, близкой ему национальной власти. Из этого следует, что русская нация это еще сохраняется среди тех, кто является русским националистом. И пока жив хотя бы один русский националист, русская нация существует. А вот русский народ, как совокупность русских людей, составляющих большинство в Российской Федерации, уже нет. Формально большинство русскоговорящих присутствует. Формально большинство тех, кто живет в Российской Федерации, происходит от русских людей. Но реально эти люди не унаследовали ни русской культуры, ни даже русского языка, потому что говорят сегодня на Новоязи. От русскости не остается практически ничего. Уже даже половая идентичность, гендерная идентичность поставлена под вопрос. А это значит, что тут уже не только народа не существует, тут уже и людей даже не существует. То есть люди, у которых размывается даже эта сторона, их представление о жизни и картина мира до того смещена, что уже они не знают, девочка или мальчик перед тобой, или сам ты девочка или мальчик. Это означает, что это просто физическую гибель. И если такое положение сохранится, то до конца 21 века ни Россия не доживет, ни русские не доживут. Но насущная задача для русского человека – это сохранить в себе свою русскость, в своей семье сохранить русскость. И работать над тем, и ежедневно прикладывать хотя бы малейшие усилия для того, чтобы все-таки вернуть Россию русским, превратить Российскую Федерацию, антирусское государство, в Россию. В государство прежде всего для русских людей, а потом уже для всех остальных. И государство только для тех, кто лоялен русскому народу, русской истории и действует заодно с русским народом. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!